И давайте теперь переходим к воле. Вот эту табличку мы рассмотрели, теперь давайте посмотрим на единство на уровне воли. И воля может быть блокирована направленностью супругов на самоудовлетворение, а не на удовлетворение потребностей друг друга. Ну вот благорасположение, мы говорили об этом в принципе, то есть мне или благо моему мужу, благо моей жене, что в первоочередное. И если мы подключаем волю, то в первую очередь, конечно же, нужно удовлетворять потребности своей жены, а не свои собственные. И в общем-то здесь как раз по второй цепле написано, что это происходит только волевым решением. Потому что у нас потребности разные, совершенно разные. И то потребность, которая, скажем, есть у моего супруга, она совершенно не соответствует моим потребностям. И вот чтобы разобрать эти потребности, давайте мы с вами посмотрим 20-ю страницу, откройте материал. И одновременно заложите 24-ю. То есть мы сейчас будем как бы вот тут немножко прыгать. Вот в самом низу этих страниц, 20-й и 24-й, там находятся основные потребности мужа и жены. И когда мы разговариваем с мужьями, я им говорю о потребностях мужа, о потребностях жены. Что вот, что ты должен делать, чтобы жена чувствовала себя удовлетворенной в браке. А я женам рассказываю о потребностях мужей. Такие потребности муж имеет, которые он может получить это удовлетворение в супружестве. И давайте мы их сейчас затронем вот в этом, в ключе интимных отношений. А когда будем разбирать мужа и жену, мы уже так просто их пройдемся немножко. То есть мы обычно так говорим, что когда два человека вступают в брак, и тот, и другой, как бы подстудно, где-то может быть подсознательно или сознательно кто-то, да? На свадьбе говорит, да, я согласен взять жену и эту девушку. Он имеет в виду, что теперь у меня есть рядом человек, который поможет мне удовлетворять все мои потребности. То же самое женщина, то есть как бы тем, что она выходит замуж за этого человека, имеет в виду то, что рядом с ней человек, который теперь будет удовлетворять ее потребности. И прежде чем мы будем говорить о самих потребностях, хочу сказать, что эти потребности все проходятся в книге доктора Харли «Законы семейной жизни». Вот они у вас внизу подписаны, откуда вы это взяли. Он исследовал 10 тысяч супружеских пар. 20-й, 24-й страницам. По всему миру, и в Америке, и в Европе, и в Азии исследовал пары христианские, нехристианские, верующие, неверующие. И вывел 5 основных потребностей. 5 потребностей мужа, 5 потребностей жены. И вот прежде чем мы будем говорить конкретно уже о каждой потребности, я хочу сказать следующее. Во-первых, это потребности приоритетные. Иерархичные. Иерархичные. Приоритетные. То есть не удовлетворив первую потребность в браке, бесполезно говорить о второй, третий, четвертый, пятый. Потому что как бы вы последующие потребности не удовлетворяли, если не удовлетворена первая, последующие не принесут должного эффекта. Если мы удовлетворили первую и вторую потребность, только тогда можно говорить о третьей. Если мы удовлетворяем вторую, но первой нет, бесполезно. Вот что это значит? Вот я сейчас такую картинку нарисую. Ну это то же идеал. Да. Три, четыре, пять. Вот если мы первую потребность удовлетворяем только лишь на 60%, то все остальные тоже обрезаются. И удовлетворяется только 60%. Но только на 60% люди ощущают счастье. То есть полноты счастья не будет. Даже если вот эта потребность, скажем, пятую, мы сейчас разберем, казалось бы, на все сто, бесполезно. Но чувство, что неудовлетворенность останется, потому что первая только на 60%. Если первую мы удовлетворяем только на 30%, соответственно, все тоже обрезаются на 30%. Причем потом, скажем, вторую вот здесь вот, мы тоже не полностью удовлетворяем, третью еще меньше, четвертую еще меньше. И пятая потребность, даже если она, как бы, человек пытается что-то сделать, но предыдущие не удовлетворяет, вот хоть как, вот хоть наизнанку извернись. То есть, возможно, и такой вариант. Вот здесь вот 60%, здесь уже 50%, здесь 40%, здесь 30%, а здесь вообще будет. То есть больше, чем предыдущий, мы удовлетворить не сможем. Хотя он будет думать, что он здесь на все 100 работает. Максимально. Бесполезно. Если здесь не удовлетворено, человек, живущий рядом с тобой, не будет ощущать вот эту удовлетворенность. Понятно? То есть, вот это вот важно понять, что они приоритетны и иерархичны. Ну, а теперь идем конкретно по потребностям. Итак. Первая потребность жены в браке, на 20-й странице, смотрите, это потребность внешности. Но мы уже об этом подробно говорили, да? Что это нужно делать? С утра и до вечера. Вообще, секс для жены начинается утром, когда муж помог жене там убрать со стола, поцеловал, уходя на работу. Позвонил ей на работу и сказал, это та самая прекрасная женщина, самая красивая женщина на свете, которую я люблю. Хочу сказать, что я тебя люблю. Я тебе сегодня еще этого не говорил? Я тебе говорю. Вообще, надо запомнить о том, что у женщины самая короткая память на предложение из трех слов. Я тебя люблю. И почему-то мужчины стесняются самим женам это говорить часто. Я говорю, даже попробуй такой эксперимент провести. Мужчины, у которых есть жены, таких я, наверное, немного здесь, да? Но, тем не менее, попробуй такой эксперимент провести. Большинство. Ну, замечательно. Такой эксперимент провести дома. Скажите своей жене, ты знаешь, я тебя люблю. Она, ух ты, правда, здорово. А через два часа еще раз подадите, скажите. И она как будто первый раз слышит. Опять подпрыгнет от удовольствия. А у мужчин, наверное, просто длинная память на это. Потому что я с ней вчера говорю. Да. Больше того. Я тебе сказал на свадьбе, что я тебя люблю. Сторожнее. Если что-то изменится, я тебя поставлю в известность. Раз пока ничего не сказал, значит ничего не изменится. Все поставлю. Вот это по-мужски. Поэтому вот у нас такая потребность. А наших мужей, давайте мы смотрим потребность на 24-й странице. Потребность мужа, потребность в баловом удовлетворении. Ну, опять хотим сказать, что это не значит, что мужчина думает только о сексе. Только об этом. А женщина только о нежности. Конечно, мы думаем и о работе, и о церкви, и о служении. Мы говорим сейчас о потребностях в браке. Ну, и вот чтобы как бы вот здесь вот объяснить эту потребность, я рассказываю такую тоже неканоническую притчу, чтобы женщины поняли вообще, что здесь имеет в виду доктор Харли, и вообще, что имеет в виду, ну вот, будем говорить, люди, которые изучают потребности. Кстати, интересно, что в нашей практике мы не наблюдали ни разу отход. Ни одного исключения. Ни одного исключения. Хотя люди говорят, что это неправда, но неублюдаемо. И очень часто даже наше консультирование семейных пар мы начинаем, ну-ка, давайте поговорим по вашим потребностям. И тут можно, знаете, широкое поле для консультирования и помощи семьям. Итак, неканоническая притча по поводу первой мужской потребности. Генерал и его жена едут в Большой театр на премьеру. И вдруг генерал, значит, генерал говорит водителю, так быстренько, Вася, вот в эти кустики в парк заехал и вон из машины на пять минут. Вот, ну, жена его вся чопорная, вся в черном вечернем платье, там, в красивом вечернем платье, говорит, дорогой, ну ты что, мы же опаздываем на премьеру. А генерал говорит, знаешь что, твой Большой театр стоял, стоит и стоять будет, а тут дело случая. Очень хорошая притча. И эта притча как нельзя лучше демонстрирует то, что вот имеет как раз в виду доктор Харли и вообще вот исследователи вот именно интимной жизни, не только интимной жизни супруг, что умная женщина, которая понимает, насколько важно для мужчины вот это вот выражение его мужественности, на физиологическом уровне в том числе. и так, если женщина понимает и на все сто процентов удовлетворяет первую потребность своего мужа, на все сто, можно говорить о последующих других потребностях. Это понятно, да? Идем дальше. Вторая потребность жены в браке – это потребность возможности поговорить. Как бы это странно ни казалось. То есть собеседник. Нужен собеседник, который ее понимает и слушает. Ну, опять то же самое, вездесущие социологи подсчитали, что женщина для того, чтобы вечером уснуть спокойно, удовлетворенно, сказать, ну, день вроде как нормально прошел. Ей нужно в день сказать 25 тысяч слов. Ну, может, словарный запас больше или меньше, это не важно. Она должна произнести 25 тысяч слов. Ну, понятно, что плюс-минус. Если будет 24 998, тоже пойдет. Мужчине, чтобы вечером чувствовать себя нормально и удовлетворенно, нужно сказать в день 12 500. Ну, смотрите, опять же. 25 тысяч слов и 12 500. Вам эти цифры о чем-то говорят? Да, мужчине нужно в половину меньше. Чем женщине. И вот представьте, мужчина где-то там на работе, с друзьями, с коллегами, в церкви на служение, если в особенности пастор вообще, по дороге домой, там, выговорил 12 тысяч слов. Он идет домой, у него осталось только 500. А жена, например, сидит дома с ребенком, домохозяйкой. С подругой поговорила по телефону, ну, 5 тысяч слов. С детьми, ну, 5 тысяч слов. С мать, ну, поговорила по телефону, ну, еще 5 тысяч слов. У нее осталось еще 10 тысяч слов. Кому-то ей нужно их произнести. Поэтому здесь два очень важных момента. Во-первых, чтобы не обижались друг на друга. Если мужчина приходит домой, и жена на него такой поток весь, а вот сегодня что было, а вот сейчас я расскажу, а вот слушай внимательно. А он сидит, не знает, что делать. То есть, кому-то ей нужно эти 10 тысяч слов сказать. И если вы их не будете слушать мужа, или там, с кем вы будете беседовать, когда к вам муж придет на собеседование, скажет, у меня жена болтушка. Почему? Потому что ей нужно кому-то их сказать. Если вы слушать не будете, она найдет собеседника, потом сопостельника и так далее. Ну, Миша говорит, что самая лучшая для женщинопрофессии это профессия учителя. Вот в этом... Выговаривается полностью. Понятно, что это все... Ну, психологические исследования это... Они обобщают. Они обобщают. Конечно, с этой женщиной есть женщины... Менее разговорчивые. С этой женщиной есть мужчины более разговорчивые. Но потребность, возможности поговорить, это чисто женская потребность. Ну, и вот возвращаясь к обиде, которая у нее вкладывается. И женщина не должна обижаться, если вы будете разговаривать с женщиной, что у меня муж молчаливый. Объясните, что у него осталось всего 500 слов. Поэтому он приходит, когда вы на него выливаете поток, он... Угу, ладно, угу, хорошо. Слова не тратим. Да, запас кончился, все. Это первое, насчет обиды. Акорратно нет, нельзя. И второе, что нужно обратить внимание, конечно же, нужно искать выход. И вот один мужчина так говорил, а я, говорит, нашел выход такой. Когда я прихожу домой с работы, я, говорит, там, ну, раздеваюсь, снимаю пальто, вешаю, иду на кухню. И прежде чем начать есть, я говорю жене, жена, дорогая, расскажи, как прошел твой день. А я буду кушать. И все. И начинаешь кушать, она тебе все расскажет. И даже больше скажет, чем... 25 тысяч. Ну, а вторая потребность мужа, это вот на 24-й странице. Потребность в друге, который поддерживает его интересы. То есть, например, если муж занимает, очень интересуется фото, а жена постоянно его пилит на тему, что он так много тратит денег, что вот лучше бы он купил там, мы не знаем... Кухонный гранитур. Кухонный гранитур. И так далее, и так далее. А вкоре найдется какая-нибудь женщина по имени Маши. Это Маша. Скажет тому, там, Петр Петрович, ты не волнуйтесь, вы так... Давайте я подзанимаюсь сопрано, давайте я подзанимаюсь... Давайте я буду молиться, причем молитвенную группу, у нас все будет лучше. И потом... Кто будет ближе к мужу? Маша. Хотя у них ничего не будет, но эмоционально он уже переходит на другого человека, а это эмоциональная измена получается. Он своими эмоциями будет делиться не с женой, а своими эмоциями делится с этой Машей. Маша заняла это место, эту нишу, которую должна занимать по идее жена. Это получается как такая вот эмоциональная измена. Он несет эти эмоции не домой своей жене, а делится ими с другим человеком. Совсем не обязательно, что у них с Машей будет какой-то половой контакт, совсем не обязательно. Но ту часть, которую должна была получить от мужа жена, будет получать Маша. И ту часть, которая должна была давать мужу жена дает Маша. Третья потребность жены в браке это честность и открытость мужа. Это говорит о том, что жена должна чувствовать свою безопасность. Если муж что-то от нее скрывает, вот мы говорили о полной открытости,? Должна ли быть полная неприцательная? Если муж с ней недостаточно откровенен, то жена чувствует свою незащищенность в семье. Что Что происходит в нашем доме? Что случилось? Это из-за меня или нет? Почему это так случилось? Что я могу исправить? А вот он сейчас молчит вообще. Ну то есть женщине плохо. Если муж закрыт, женщине плохо. И она себя счастливой не чувствует. А третья потребность мужа, это потребность иметь привлекательную жену. Слышали, да? 90-60-90. Это вес, рост, возраст. Что, нет, да? Неправильно? 90-60-90. Да, вес, рост, возраст. Вообще, по мировым стандартам считается, это объем груди, значит, талии и бютер. А, вот так, да? Да. Но дело в том, что... Килограмм. Дело в том, что, конечно же, мы имеем здесь в виду, что иметь привлекательную жену, все мы должны быть там как фотомодели, грудь как у Клаудии Шиппер, там, я не знаю, соблазнить, как у кого-то, там, у Мадонны, там, или еще у кого-то, нет, конечно. То есть здесь имеете в виду вот что. Что женщина, будучи замужем, должна прекрасно понимать, что муж на ней женится как на женщине. Не как на кухонном комбайне, не как на, там, я не знаю, встроенном холодильнике, из которого время от времени выпадает еда, да? Не как на родильной машине. То есть изначально, изначально, конечно, соединяются два человека. И потребность в мужчине именно в женщине, да, необходима. То есть, ну, обратите внимание, что это идет после друга. То есть если женщина стала другом, удовлетворяя эту потребность. Первая потребность удовлетворена, женщина удовлетворяет первую потребность. Если муж любит ходить на футбол, так надо идти вместе с ним. Это его интерес. Это мы говорим про друга. И вот тогда у мужчины идет следующая потребность. И вот когда он идет на футбол, он смотрит, а кто идет рядом с ним? Женщина или кухонный комбайн? Он чувствует свое мужское достоинство и гордость. Вот такая женщина и моя женщина. Это важно, понимаете? Можно говорить, что это не духовно, это противоречит. Ничего это не противоречит. Ничему это совершенно не противоречит, понимаете? И женщина должна оставаться женщиной до конца дней своих. И это, опять же, я говорю, это не значит, что все мы должны соответствовать какому-то международному стандарту и так далее. Но оставаться женщиной, оставаться привлекательной для мужа, это очень важно. То есть вот эти вот вещи тоже, понимаете, это опять, это исследование. С этим можно спорить, с этим можно не спорить. Вообще, на самом деле, вот эта книга «Закон о семейной жизни» – это достаточно толстая книга. То есть там много страниц. И каждая потребность, она описывается, расписывается. И есть тесты, как определить, насколько вы удовлетворяете эту потребность, насколько другую. То есть почитайте, очень интересная, хорошая книга. Она очень здорово помогает и консультирует. И вот что меня больше всего удивило, оказывается, потребность финансовой поддержки у женщины – это всего лишь четвертая потребность. Я думал, принесу домой деньги. И чем больше денег, тем она счастливее. А оказывается, нет. Это четвертая потребность. И если я недостаточно с ней нежен, не даю ей возможность поговорить, и у нас нет честности и открытости в отношениях, сколько бы я домой не принес. Я счастливее не буду. Жена счастливее не будет. Женщины играют на это. Они могут это потом требовать. Ты мне это, это не даешь? Ну тогда хотя бы плати. И если в семье возникают такие финансовые стычки между мужем и женой, это значит муж… Посмотри на первые три потребности. Что там происходит? Если жена от тебя требует денег, вот это самое главное, а остальное все равно. Нарушены ваши отношения. Вот обратите внимание, что очень близка к этому четвертая потребность мужа. Посмотрите. Потребность в домашнем уюте. Вот многие почему-то женщины считают, что самое главное, муж вовремя накормить, напоить, вовремя спать уложить, вовремя надеть на него чистую рубашку, чтобы все было отглажено. Вот тогда мужчина счастлив. В доме этой женщине будет пахнуть перогами. В доме этой женщины ни одной пылинки. В доме уже этой женщины все, знаете, прям супер-пупер. Слышали наверняка, когда говорят, ну что ему надо было? И ухоженный, и обчищенный, и облизанный. И дети всегда чистенькие, и ухоженные. И же мама вся из себя рассказала. И дом полной чаши, всегда пироги ломятся, там столы. А он ушел к какой-то там вот задрыпанной… В серой мышке. Что ему там надо-то было? Оказывается, да, женщина вот такая хозяйка. Четвертая потребность на сто процентов. А первая вообще в нуле. И вот обрезается, все, ему это не надо. Вот это вот четко нужно понять. И вы знаете, даже есть такая пословица, нам она очень показалась практичной и правильной. Женщина, которая не может любить… Не умеет любить. Кормит. А мужчина, который не умеет любить, платит деньги. Ну, приносит их домой. И отдаёт всё. Я говорю, я всё отдал. Ну, или я домой. В общем, женщина, которая не умеет любить, она кормит. Начинает готовить одни салаты, другие пироги, там еще что-то. Закармливает просто. А мужчина, который не умеет любить, он расхлачивается. Обратная тоже верна. В смысле? Который умеет любить, не кормит. Нет. Который умеет любить, она на это не зацикливается. И мужчина, который умеет любить, для него не будет проблем, если он где-то получил не столько, сколько его там соратник по работе. То есть, она настолько взаимосвязана, вот эти вещи. Да, закон обратной силы не имеет. Да, это важно уточнить, чтобы потом не было. Ну и последнее, пятая потребность жены. И не значит, что она не важна. Да, это не значит, что это последнее, и на неё вообще меньше всего внимания надо уделять. Она очень важна. Но не удовлетворив первые четыре, бесполезно говорить о пятой. Это посвященность мужа детям. Ну, вы помните, наказание для женщины – это дети. И все проблемы детские жена переживает, как свои собственные. И если она не видит, что муж принимает участие в воспитании детей, для неё это очень большой удар. Вот мы закладываем тот самый курт, о котором мы вчера говорили, да? То есть, это для неё очень важно. А пятой потребностью мужа, вот на 24-й уже этой странице, да, является потребность восхищения со стороны жены. Я всё время говорю, женщины, найдите, за что мужа похвалить. Это не должно быть лестью, это не должно быть, знаете, вымучиванием, но за что вы мне его похвалить. А умением видеть. Вот то хорошее, что мы привыкли, может быть, порой принимать как само собой разумею. Причём это не является каким-то там, вот нам честно говорят, ну, это вы говорите о гордыне, возрастании гордыни в человеке, воспитании гордого. Нет, всегда есть в человеке тот добрый, что можно в нём поддержать и развить. Особенно, если это делает женщина, жена. Слушай, это просто необходимо. Однажды просто мы были, консультировали одну пару супружескую, Миша разговаривал там с ним в двух кабинетах, там на третьем, по-моему, тоже. Ну, нам пришлось их разделить, они там такие, достаточно конфликтные ситуации была у них. И я пришлось мне с ним уйти там на второй этаж в его кабинет. А мы с ней сидели внизу, значит, в их доме, значит, на кухне, вот, разговаривали и прям начали по потребностям. Я говорю, ну, давайте посмотрим, насколько вот вы вот их удовлетворяете, ну, всё стали разбирать. И когда я шла до пятой, она говорит, а это вообще, говорит, мне его даже вот хвалить не за что. И вот только она принесла эту фразу, тут же, значит, раздаётся топот, её муж бежит, значит, с этого вот этажа, где вы там сидели, да, и несёт ей трубку и говорит, на тебе звонит тёща. И опять убежал наверх. Ну, она там сказала пару слов, значит, отключила эту трубку к телефону. Я говорю, и вы по-прежнему считаете, что мужу не за что хвалить? Да. А почему сейчас даже считаете иначе? Я говорю, то есть вы считаете, что вот то, что он прибежал, там, с второго этажа, принял эту трубку, это нормально совершенно, так все бы так сделали. Ну, он так и должен сделать. Это, говорит, все бы так сделали, да. Я говорю, не все. Я говорю, вам могу точно сказать, что вот так выступили бы не все мужики. Ну, как ещё можно поступить? Элементарно, тёща не до тебя. Позвони позже. Или, если так, жена, в общем, тут тёща звонит, перезвони ей. Какой угодно может быть здесь вариант в этой ситуации. Но то, что он сверху прибежал, принёс трубку, мне же сказать, дорогой, спасибо. Я очень ценю тебя. Ты настоящий муж. Что ты заботишься, я помню, ну, найдите какие-то слова. Нашёл муж на улице, 5 рублей, принёс домой. Да, бытчик ты мой. Как бы это смешно ни звучало, но он не в карман положил, он домой 5 рублей принёс. Ну, пусть с юмором, хоть как. Но оцените вы этот поступок, понимаете. Вы не смусор. Слушай, без себя об грязи заросли. Ну, утрируйте, может быть, где-то. Но это же правда, он уже сделал. Хорошие. Но не надо хорошее принимать, как само собой разумеющие. Ну, в общем, вот они, 5 потребностей, а дальше думайте. И опять, мы возвращаемся теперь на 13-й страницу. Мы сейчас говорим о единении на уровне воли. То есть, про волю мы с вами поговорили. Это в первую очередь благорасположение, удовлетворять потребности друг друга. Именно усилием воли. Я для себя решаю, что самый главный мой приоритет – это потребности моей жены. И самый главный мой приоритет – это потребности моего мужа. И это волей мы принимаем, и волей начинаем так работать. Потому что не хочется это делать. Почему-то я должен для нее все это поступать. Это вообще не мои потребности, мне это не надо. Но усилием воли, я для себя это решаю. И если мы друг друга начинаем способствовать удовлетворению потребностей, то будет гармония и счастье. А вот еще одно правило консультирования. Тут мы вчера несколько правил сказали. Еще одно правило, которое здесь можно сказать. Что чувства должны приучаться навыкам. Послание апостола Павла Кривеем, 5 глава, 14 стих. Чувства должны быть приучены навыкам. И если сейчас у вас нет желания, нет никаких хороших чувств к тому, чтобы похвалить мужа. Но вот он факт. И за него можно похвалить. Все. Это нужно сделать. И по мере того, как у вас будет навык к деланию того, что нужно, придут и чувства. И опять то же самое на уровне воли, как это принять для себя. Однажды нам в прямой эфир, я рассказывал, нет, позвонил мужчина и говорит, поздравьте меня, я познакомился с потрясающей женщиной. Не рассказывали мы этот случай? Нет. Это такая вот, я чувствую, что вот это воля Божья, потому что, ну вот, как у нас происходит общение, сколько мы проводим времени. У нас даже и конфликтов-то, в общем-то, нет. И какие мы подарки друг другу дарим, и сколько там, какие песни поем. Ну вот, потрясающе. Такая женщина потрясающая. Вот это, наверное, воля Божья, чтобы мы были вместе. Правда, есть один маленький недостаток. Вот как раз я по этому поводу и звоню, что с этим недостатком делать. Понимаете? Я женат, и у меня трое детей. Ну, дальше он продолжит. Но ведь это же... Это же будет зетюмерение, если я буду приходить домой и говорить, «Ах, любимая, ах, дорогие мои детишки, ну не люблю я их». Блохо мне там. А вот потрясающе. А вот там все здорово, замечательно, вот мы так по-другому подходим. Если я буду домой идти, говорить, «Ах, любимая, это же неправда, это лицемерие». Что мне делать? Я говорю, вы знаете, вот, евреям, пятая глава, четырнадцатый стих. Чувства, приучайте навыку различать добро и зло. Вот вы все свое время свободное, столько, сколько проводите с той женщиной, проводите со своей женой. Усилием волю. И тогда ваша жена станет потрясающей женщиной. Со своими детьми проводите сколько времени, сколько вы там проводите. И тогда ваши дети будут потрясающими. Подарки все эти делаете жене, детям. Тогда они будут потрясающими. Почему вы за чувствами бежите? Вы должны принять решение, и ваши чувства придут к этому решению. Когда-то вы своей жене пообещали, несмотря на свои чувства, я буду тебя любить. Вот так выполняйте свое мужское задание, свое мужское слово. Вы держите его или нет? Сейчас вы бежите за чувствами. «Ах, потрясающая женщина!» А через месяц вон там потрясающая. А через месяц вон те две меня трясут. Что будет происходить дальше с вами? Вы приняли решение? Усилием волю, выполняйте его. И тогда чувства придут к вам. Чувства должны идти за вами, а не вы за чувствами. Итак, вот это единство на уровне воли. Вот мы в новых наших материалах, которые мы будем выпускать в следующую редакцию, мы волю поставим, будем так говорить, после эмоций. Потому что мы считаем, знаете, сейчас работая, все больше и больше работаем, мы приходим к выводу, что воля – это как прослойка между душой человека и духом. Ну вот, если представить, что вот эта вот земля, где мы находимся, где мы живем, человека представить таким квадратным существом прямоугольным, у него есть тело, у него есть душа, у него есть дух. И вот душа состоит… Вот душа состоит, вот так вот она делится, чувства, разум и воля. И воля является прослойкой. Его моральные принципы влияют на то, какие у него чувства и какая информация он обладает. Она помогает душу сориентировать на дух. То есть вот как прослойка. То есть вот то, к чему мы пришли буквально в последние, может быть, несколько буквально месяцев, вот мы пришли к этой схеме. То есть воля – это не просто наравне идет с чувствами и разумом, но мы все больше и больше видим, что усилием воли человек воспитывает в себе душу. Одна девушка говорит, вы знаете, с кем не познакомлюсь, но общество действительно развращенное. С кем не познакомлюсь, с кем не начну строить отношения, он либо алкоголик, либо наркоман, либо бывший зэк, либо вообще там распущенный человек. Ну не с кем вообще встречаться. Я у него спрашиваю, подождите, а где вы таких находите? В каких обществах? В каком обществе вы крутитесь? Понятно, если вы идете в казино, если вы идете там в дома терпимости, там только такие. Но вы придите в церковь. Придите в библиотеку Ленина. Усилием воли. Найдите другие моральные принципы. И тогда вы встретите других людей. Прекрасные люди. Вас сняет в казино, а вы идите в библиотеку Ленина, в читальный зал. Вас сняет в дом терпимости, а вы пойдите в церковь. Понимаете? То есть вот оно, то есть усилием воли мы начинаем делать то, что правильно. И чувства придут другие. И информация будет необходима именно для того, чтобы поддерживать свои моральные принципы. То, что сейчас в информацию совсем другую ищите. Как бы мне там найти мужа, как бы мне познакомиться, чтобы и деньги у него были, и машины, и все. Но это же не самое главное. Если вы будете думать о духовной составляющей, тогда информация у вас будет совсем другая. Но думать о духовном состоянии нужно начать опять только усилием воли. Понимаете? Все настолько взаимосвязано. Вот мы вот сейчас все больше и больше в этом убеждаемся. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансово. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com И так дальше, посмотрите, следующее. Единение супругов на уровне чувства и эмоций. Чувства могут быть блокированы нашими душевными травмами из прошлого. И отчуждение переживаемое в настоящее время. Но это тоже влияет, если не выстраиваются отношения между супругами, о каком качественном сексе вообще речи идти не может. Это просто будет животный половой акт на уровне чистой физиологии. Ну и в качестве примера я хочу из нашей книги, поговорим о супругом счастье, такое привести письмо. Один муж написал письмо своей жене, такое любовное. И мне очень тяжело представить такого мужчину, который написал такое письмо. В течение этого года, дорогая моя, я пытался заниматься с тобой любовью 350 раз. Преуспел я в 35 случаях, то есть в среднем 1 раз за 10 попыток. Ты спрашиваешь, почему? Ты притворялась спящей 32 раза. Хихикала 6 раз. Говорила, что окошко открыто, нас могут услышать соседи 7 раз. Мы можем разбудить детей 23 раза. Уже поздно 28 раз. Еще рано 21 раз. Мне жарко 15 раз. Холодно 17 раз. Спина болит 25 раз. Голова болит 26 раз. Зуб болит 11 раз. Что-то у меня нет настроения 31 раз. Ой, а у меня голова не тем занята 20 раз. Ты что, не слышишь, ребенок плачет 21 раз. Не мешай, я смотрю интересную передачу по телевизору 22 раза. Срочно захотел в туалет 10 раз. Что же касается тех 35 случаев, которые я вначале письма назвал удачными, я все же ощущал себя не очень удовлетворенным. Потому что 6 раз ты все время жевала жвачку. 7 раз не отрываясь смотрела телевизор. 16 раз ты просила меня поторопиться и быстрее закончить это дело. 6 раз я делал попытки, чтобы разбудить тебя и сказать, что я уже все. Дорогая, почему же ты удивляешься, что я такой раздражительный? Без комментариев и жалко таких людей. Можно, конечно, письмо воспринимать с юмором, но таковых жалко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok